Модные показы На дворе стоял конец 80-х. Я познакомился с Мартином Марджелой. В то время он работал ассистентом у Жанна Поля Готье и как раз готовил свою первую коллекцию. У нас с Мартином было много общего, поэтому мы решили поработать вместе над его первым шоу. Показ коллекции «Весна-лето» 1989. Он перевернул представление о том, как должно проходить модное шоу. Если до этого каждое дефиле длилось по часу-два, в воздухе витала кутюрная атмосфера, то после этого шоу Марджелы все стало кардинально другим. Показы стали похожими на хэппенинги. Мой саундтрек к тому шоу был коллажом из самых разных треков. Они были грубо обрезаны и не очень хорошо смикшированы. С тех самых пор количество показов в день и выросло до 10-15 штук. Больше не было такого, как в 70-е, когда дефиле длится два часа и гости смотрят 250 выходов. Как долго вы работаете над треком к одному шоу? Все происходит очень стремительно. Обычно мне нужна неделя. Самое смешное то, что в моем деле нельзя работать заранее. Почему? Мода ведь постоянно меняется. В этом ее суть. Здесь все происходит в последнюю минуту. И этот последний момент чрезвычайно важен. Именно тогда рождаются все гениальные идеи. Как каждый профессиональный музыкант, Санчес должен быть в курсе всех музыкальных новинок. В коллекции Фредерико Санчеса порядка 500 тысяч дисков. Он начал их собирать, когда ему было всего лишь 6 лет. Вот это только маленькая часть его громадного архива. Вообще, я слушаю очень разную музыку. Очень люблю Вагнера. Когда мне было 16 лет, то я увлекался New Wave, слушал Joy Division и New Order. Именно по их пластинкам я открывал для себя моду. Саундтрек-показы – такая же важная часть шоу, как, например, выбор моделей или постановка. Порой именно музыка становится решающим фактором в оценке успеха того или иного показа. Внизу у меня находится студия. Обо всех секретах и тонкостях создания саундтрека к модному шоу Фредерико Санчес рассказал нам на примере последнего кутюрного показа «Дома Живанши». Как вы обычно начинаете работать над саундтреком к показу? Вы встречаетесь с дизайнером? Обсуждаете с ним детали? Перед тем, как начать писать трек, мы садимся с дизайнером и обсуждаем коллекцию. Мне важно, чтобы дизайнер мог описать то, что бы он в конечном счете мог увидеть на подиуме. Вот перед вами саундтрек к показу Живанши. Какие пожелания вам высказал дизайнер Рикардо Тиши при его создании? Он показал мне фотографии работы Сержа Лютена. Помните его рекламные кампании для Шесейда, когда сам Лютен еще не стал парфюмером? Возьмем хотя бы место, где проходил показ Живанши. Это отель Весте. Эпохальное место для мира моды. Там, среди прочих, свои коллекции показывал и в Сен-Лоран. Соответственно, и музыка должна быть классической, красивой, но в то же время очень современной. Такой же, как сама одежда. Мне очень нравится этот трек. Это группа, которая называется The Knife. Мы нашли этот трек и подумали, что он хорошо подойдет к локации. Такая имитация оперного пения. В наше время многие дизайнеры приглашают на свои показы выступать исполнителей вживую. Но, по словам Фредерико Санчеса, это портит впечатление от модного шоу. В случае с исполнителями на модных шоу музыки становится слишком много. Я никогда не устаю повторять, что я не занимаюсь музыкой для показов. Я занимаюсь модой. Я занимаюсь модой.